Наталья Рогозина Самое главное – это движение, скорость и удары встречные. Это правый боковой мой коронный удар. Я вам обещаю, что я ее засажу справа. Наташа Рогозина Наконец объявили Наталью Рогозину. Так, ну Наташа абсолютно спокойна. Я хорошо давно ее знаю. И не нужно видеть ее глаза, чтобы знать, в каком она сейчас настроении. Наталья Рогозина Абсолютно такой вольготный, я бы сказал, настрой у нее. Тем не менее, Айвен Вестон не считается, никак не считается особо легким противником. Ну, Наташе такое окружение, что, я думаю, ей не дали особо расслабиться во время подготовки к этому бою. Так что никаких сюрпризов, честно говоря, я не ожидаю. Вот на ваших экранах Наталья Рогозина. Ну, как я и говорил, вот когда она была в темных очках, было видно и так, что она абсолютно в себе уверена. Сняла очки, и мы увидели этому прямое подтверждение. Если вот не считать такой боевой прически, с которой она обычно выходит в ринг, она выглядит так, как вот она выглядит в жизни. Абсолютно, абсолютно спокойный, расслабленный, уверенный в себе. Тем не менее, вы знаете, те, кто, как бы так, с прохладцей относится к женскому боксу, я бы вам посоветовал изменить свое отношение. Это серьезный спорт. И в последнее время я видел такие бои, думаю, многие, и вы, я думаю, видели, и наш канал показывал. Такие женские бои там. В общем, пух и перья летели. Более даже яростные, чем многие мужские бои. Затянулось немножко представление, участниц. Информаторы говорят о результатах взвешивания, по-моему, 74,5 килограмма. Обе соперницы показали на весах. Павел Вестон левша, кстати. Ну, ростом она сантиметров 10 уступает Рогозиной. У нее 171 сантиметр, у Рогозиной 181 примерно. Так. Ну, Наташа явно вошла в соответствующее состояние боевое. Взгляд ее на соперницу это подтвердил. Ну, вот, наконец, и гон. Интересно, я вам честно сказал сразу, что Айвы Вестон я вижу в первый раз, как и очень многие, но по-моему, она была левшой. То ли мои данные не так, чтобы очень верны, то ли она меняет стойки. Потому что она работает сейчас в обычной левосторонней стойке, как правша. Идет такая разведка с обеих сторон. Ну, уже можно сказать, что вот, пошла вперед и нарвалась на два удара Рогозиной справа. Тут же развела руки в сторону, показывая, что как бы ничего особо неприятного не случилось. Но перед тем, как развести руки, она ушла на такую дистанцию, чтобы ее на всякий случай не достали. Так что случилось. Передвигается по рингу Вестон не очень, но руки довольно быстрые. Видите, вылетает как и слева, и справа. Ох, жалко. Промахнулась Наташа сейчас там вниз ушла. Вестон, а вот сейчас не промахнулась. Справа попала Рогозина. Немножко сейчас как молотом хотел ударить, но увидел, что не достает и остановил удар Рогозина. Второй раунд. Ну, первый, я считаю, уверенно выиграл Рогозина. Я выразил перед боем такие, как бы сказать, суеверные сомнения. То есть, сказал, что почти абсолютно уверен. Абсолютно уверен, и первый раунд это показал. Просто в ринге все может случиться. Можно руку сломать. Типун мне на все места, конечно. Вот. А что угодно бывает. Но вот исключаю какие-то уж совсем форс-мажорные обстоятельства, никаких шансов. Вот. Опять, видите, ушла подальше, развила руки и танец маленьких лебедей исполнила. Айвагастон. Хорошо, вот так. Я думаю, что мы это еще не раз увидим. Даже не знаю, что это за танец. Нет, пожалуй, это не танец маленьких лебедей, это ковырялочки. Тоже такая пляска есть. Так, еще, еще. потихонечку теряется. Вестон, она пытается работать корпусом там. Ей надо подобраться к Наталье, потому что та ее просто расстреливает с дистанции, умело пользуясь преимуществом в росте. а так это все может и закончиться слишком быстро. вот так, боже. Уже сколько? Два, три удара подряд справа получает Айва Вестон и совсем она теряется. ничего не может противопоставить. Так, уже отлетает просто Вестон. Не торопись, отпишись. Второй раунд Наташа Рогозина провела еще более уверенно, чем первый. А справа вот в ее углу вот такой малиновый мать и это Вячеслав Яновский наш олимпийский чемпион. Он работает с Наташей. Как видим хорошо работает. это его голос мы слышим все время. Никаких шансов у Айва Вестон нету. Не то, что выиграть этот бой, а даже продержаться, по-моему, до конца заключительного раунда. 10 раундов по 2 минуты чемпионские бои у женщин проходят. по этой формуле проходят. Но для Айва Вестон все, по-моему, закончится раньше. Никаких 10 раундов мы не увидим. Видим третий. Правда, она, по-моему, вошла в такое настроение, такое огорение у нас синим пламенем. Ешьте меня мухи с коварами. Вот сейчас я сейчас. Понятно. Знаете, когда соперник намного сильнее тебя, вот вышел, получил, вот уже третий раунд, а ты еще живой, и появляется такое ощущение, что, вот как я уже сказал, да, горит все синим пламенем. вот в таком синепламенном настроении Айвэстон сейчас и находится. Видите, вот даже что-то вроде удара нанесла справа, тут же налетела на встречный джеб Наташи Рогозиной. Сейчас, в общем, больше по защите удары Рогозиной пришлись. Пытается справа пробить, даже чуть-чуть, в общем, чиркает, но дистанцию не рассчитывает. Вы слышали последнее наставление Яновского не торопиться. понятно, что Наталья, наверное, одолевает желание завершить этот бой. А в такой ситуации спешить, конечно, не надо, как сказал Яновский, потому что поспешность, конечно, хороша, приловлю блох, но не блоха ведь не бьет в ответ. А тут можно напороться на удар на встречу. И там все эти разговоры ой-ой-ой-ой, не может оторваться, не может оторваться Айва Вестон. Или я что-то не пойму, чего она хочет. Да, так, что-то такое в этой... Так, Наташа смеется, да, но видимо Вестон вспомнила, как охотилась на носорогов, наверное. Нет, правда, на Тринидале и Табага нету носорогов, но охотилась она на кого-то и вот с тем же жаром решила броситься на Рогозину, поймала несколько ударов навстречу. Это сейчас угаснет вот это вот носорожье настроение, это, вы знаете, до нескольких пропущенных навстречу ударов, а дальше так, в общем, пыл пропадает. вот-вот, видите, забежала за спину, так, настроение вот-то прямой правый в разрез, боковые еще. Да. Тяжело складывается поединок для Айвы Вестон и она старается сделать так, чтобы все сложилось еще тяжелее. впрочем, вы знаете, наверное, она все правильно делает. Ну, что она? подходит тебе, ударя ей правую сбоку, левую сбоку, и все. Смотри, когда она тебе врывается, лякни ее, обязательно. Сейчас она все уже вышла из себя. Поняла меня? Хорошо? Только не расслабляйся, я прошу тебя. Не расслабляйся. А сейчас сможешь ее раздергать? Да. Раздерни ее хорошенечко. Хорошо? Договорились? Да. Все, вперед. Я старался не мешать вам слушать, что говорил в углу Вячеслав Яновский. В этом углу, как видите, настроение похуже. Так, ну, если Айва Вестон вышла из себя, то, я думаю, самое время ей в себя войти обратно. Но, тем не менее, понимаете, она, наверное, все делает правильно. Потому что технически, Наташа, она не переиграет. Это даже смешно говорить. Значит, единственный ее шанс это вот так вот переть вперед. Там, правда, гораздо больше шансов свалиться. ой-ой-ой-ой. На это даже смотреть больно. И еще, и еще. Пристрелялась. Справа Рогозина. И совсем туго приходится. Айва Вестон сейчас попыталась такой тур вальса совершить, обняв Рогозину. Предупреждение ей выносит рефери. Ну что, за опасное движение головой или за то, что держит? Так. сейчас попыталась опять утепиться бедная Айва Вестон за Рогозину как за лучшую подругу. Стена была душераздирающая, да? Как будто пыталась пожаловаться, что муж бросил. На самом деле ее просто жалко, потому что силы совершенно не равны. И у меня такое ощущение, что... не правой снизу, ничего. Смотри, левый раз-два назад, левый раз-два. Все. Поняла? Как она пришла, как она только пришла, под ней два сбоку. Правый, левый сбоку. Поняла? Хорошо? Да. Все. Вот так вот. Стой. Она меня держит. Ну держит, так и повиси на ней. Как она держит, ты ей только ляг на ней и все, опускай, она поболтается еще. Хорошо? Не пей много воды. Я... Вячеслав Леновский до невозможности облегчает мне работу. Просто мои комментарии здесь становятся излишними. Если бы он еще во время боя также говорил много, я бы вообще отдыхал. ой, знаете, я тут каждый все-таки каждый раз, как Вестин получает очередной удар, я ойкаю. Все-таки жалко. Девушка для нее явно стала неприятной, неожиданностью. Все. Я думаю, что это все. Да-да-да-да-да-да. Удар справа. И пошла на добивание Наташа. Я думаю, что это все. Нет-нет-нет. С таким лицом не то, что не побеждают, даже не держатся долго. Может быть, только если Гонг спасет. придавило чуть-чуть Рогозина. А ноги уже не держат. Айву Вестон. По корпусу добавило неожиданно. Все. Рефери остановил поединок. И правильно сделал. Айву Вестон уже не сопротивлялась. Нужно там вот так стоять в глухой защите в ожидании сотрясения мозга. Не нужно. Не нужно. И правильно сделал, что остановил бой арбитр. Все-таки ну только самые уже распоследние зрители проявляют избыточную кровожадность в женских боях. Не надо калечить женщин. Наташа я бы сказал без труда защитила свой титул. Хорошо она выглядела сегодня. Такой немного даже разминочный бой у нее получился, я бы сказал. Тренировочный поединок. Но она заслужила после двух боев с Канжестина Аченг. Она заслужила такой проходной бой. Хотя в общем никто не думал, что он будет настолько легким для Рогозины. У Вестон все-таки приличная репутация. Выиграла много боев. последнее поражение только в 2006 году она потерпела. Сейчас ждем объявления победительницы. прекрасно Наташа выглядит в хорошем настроении. Все, дай бог еще много раз защитит все свои титулы. У нее 7 поясов она даже их так много что она даже все вместе их надеть не сможет я боюсь одновременно. Все она завоевала. Единственное что очень она хотела встретиться с Лейлой Али. Но тут с Лейлой Али случилась такая вещь в общем которая раньше с боксером не происходило. Боксер забеременел. Лейла Али я имею ввиду. И поэтому как вы понимаете в таком состоянии на ринг не выпускают и кормящих материн так что Наташа Рогозина осталась гордым одиночеством. Бесспорная чемпионка своей весовой категории. А вот это между прочим Каджистина Ачен вышла ее поздравлять. Я так понимаю что она готовила Вестон к выходу к бою с Рогозиной не могу не могу сказать чтобы она ей здорово помогла я даже думаю что никто не мог ей помочь так вот видите это только самые основные пояса надевают на Рогозину остальные четыре вешать уже некуда Наташа я послушаю что скажет Рогозина после этого было сложнее боксировать чем против Ачен нет нормально это абсолютно нормально сегодня многие хотят с Наташа с КО с КО с КО вы видели что вы очень много с КО вы сегодня вы выиграли нокаутом я ожидали что сегодня бой будет выигран нокаутом наверное вы очень много старались чтобы именно так и произошло и все радовались что действительно так случилось честно говоря мой тренер Яновский сказал ни в коем случае не будь к этому готова не хати сильно хотел удивить публику очень хотела закончить досрочно потому сколько можно сидеть раундом боксировать наташа просто действительно последние четыре боя она выиграла по очкам что для нее в общем-то не слишком свойственно мой тренер всем 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 именно поэтому сколько можно боксировать 10 раундов но сегодня она одержала свою двадцатую победу и двенадцатую победу нокаутом и честно говоря я думаю что думаю что у нее есть еще несколько чемпионских лет впереди ну а мы на этом заканчиваем нашу передачу в эфире с вами был обозреватель газеты спорт экспресс Александр Беленький всего доброго до новых встреч смотрите бокс на канале спасибо спасибо Продолжение следует...